Игровой канал Ивана Фалиота представляет Всем большой привет, дорогие друзья. Меня зовут Иван. Вы на канале Фалиота. Продолжаем играть в Watch Dogs. Заключительная девятнадцатая часть. Таки разобрались мы со всеми уже, кроме Дэмина Брэнкса. Включили вирус Тибона в трех точках города. Теперь происходит blackout, я так понимаю, да? И нам под это дело надо, в общем, до него добраться. На лодочке. Так. Не далеко он находится. А, да. Ждитель. Я видел по телеку. Сейчас проблема это ты. И я иду за тобой. Ух ты ж ёпь. Отвлекся я что-то. И прям влетел четко в ноздрю. Навстречу следующему катеру. Да, я повторюсь, мы уже всех по очереди просто вынесли, начиная с Ирака, заканчивая Куином, спасли сестру. И осталась последняя переменная в уравнении. Под сомнительной, опять же таки, мотивацией. Эйден Пирс просто приговорил его к смерти. И зачем-то наивно объявил ему о том, что он за ним идет. Тот, будучи дураком, в бега почему-то не ударяется. Когда знает, что с Эйденом Пирсом лучше не связываться, поскольку он тут переебил уже всех, кто причастен был. Почти что всех. Везуха мне какая, а. Хорошо, хоть он не тонет. Помнишь, как мы решили объединить свои таланты? Какие придумывали схемы? Но о таком мы даже не мечтали. Взгляни. Мы разрушили целый город, блин. Благодаря твоему супер алгоритму Пегги и дудочник. Есть такой сериал интересный. Силиконовая долина. Забавный, кстати, рекомендую посмотреть. Он только стартанул. Там серия 8, по-моему, есть. Если память мне не изменяет. Вот там тоже про программистов, а-ля Стив Джобс, молодых и амбициозных. Ну, в какой-то степени они тоже хакерами являются. Ну да ладно, не будем пока об этом. Последние часы, а я торчу на вдовье площадки. Так называют самую верхушку маяка. Вдовье площадка. Ты знал это? Я нет. Метка. Какой-то глупый реально он. Похожий в среду к развязке. Хотя, возможно, надеется замочить пирса в очной ставке, так называемой. Ну, посмотрим. Еще и без оружия. Гениально. Речь будет, Дэмиэн. Тебе есть что сказать? Они знают... Да стреляй ты уже. И все? Да неужели? Знаешь, иди ты. Тоже мне. Наплевал на всех, чтобы добраться до босса. И ждешь славы из-за того, что дело твое... Правое? И обманул меня. Вот что главное. Я обманул. Ты виноват в смерти Клары. И племяшки. Кто-то семью отправил подальше. Да? Они знают, какой ты. Ты неплохо держался. Но все равно проиграл. Да, да, да. Боже, сколько можно трепать? Еще один появился. А ты откуда? Прости. Новый контракт. Бросай пушку. Что? Давай, а не пушку. А, я потухаю вообще. Конечно же, не без сложностей у нас все проходит, да? О, оборжаться можно. Вы слишком сентиментальны. Вот в чем дело. Потому и облажались. Будет вам урок на будущее. Эй-эй-эй, телефон тоже. Давай. Давай, бросай. Какой-то ехал, что ли, сейчас нам предложат сделать. Да? И что же? А, взорвал маяк. Интересно, маяк тоже подключен к сети? ОС? Так. Прямо промеж рогов. Я думал, он в воду упал. А там еще подмосток внизу. Открылось только всего. Ложь, коррупция. Проблемы города. А я стал другим. Я не живу прошлым. Не сожалею. Иду вперед. Все связано. Это поможет раскрыть тайну. Защитить. Нанесли в область. И наказать. Ну просто вообще я не знаю. Вот собственно и вся битва с боссом. С дымом. Всю игру нам выносил мозг. Короче, своими какими-то потугами непонятными. И в итоге даже не стал скрываться. Давайте послушаем новости. Что нам расскажут. Полиция не раскрывает деталей. Доказательства связи мэра с главарем Чикаго Саус Клаб Лаки Квинном и коррупции во власти наводнили сеть. Совершил ли мэр самоубийство или же его устранили? Глава пиародела Блюм Шарлотта Гарнер сделала заявление о недавних сбоях в работе сети ОС. Мы не сомневались, что сеть сети ОС станет лакомым кусочком для хакеров всех мастей. Мы доказали, что наша система может выдержать любую атаку. Результатом можно гордиться. Система безопасности устояла перед атаками, иногда отключая всю сеть, чтобы хакеры не получили доступ. Личные данные в безопасности. Система снова полностью функционирует. Все хотят проводить больше времени с любимыми. Участвовать в жизни общества, сделать наш дом безопаснее. Блюм Индостриз услышала ваш зов. Мы отправляемся в путешествие, чтобы объединить весь мир. Сети ОС 2.0. Специально для вас. На мировом уровне. Сети ОС 2.0. Технология на страже городов. Далее в программе. Женщина, которая лично была знакома с Эйденом Пирсом. Сегодня с нами известный детский психолог Иоланда Мендес. Доктор Мендес, ваша история очень необычна. Вы знакомы с Эйденом Пирсом, более известным как Мститель. Как это случилось? Я была знакома с сестрой, мистера Пирсом. Неожиданный поворот. Нам не удалось узнать о нем ничего. Спасибо, что откликнулись. Вы занимались его племянником? Да, верно. Конечно, я не вправе разглашать детали и называть имена. Нет-нет-нет, что вы, я понимаю. Но так вы встретились с Пирсом. Каков он? Невозможно сказать, что он за человек. Его лицо — это лишь маска. Идеальная маска. Правда? Любой игрок в покер ему позавидует. Он очень умен. И из любой ситуации сможет выйти победителем. И вы пишете книгу? Да, пишу. Книгу обо всем, что случилось. Исследование Пирса. Личность этого человека стоит изучить досконально. С удовольствием ее почитаю. Доктор Мендес, спасибо. Какое исчерпывающее опять-таки. Интервью исчерпывающее. Лицейк сытый по горло. Мы разговаривали с глухими. На нашу репутацию попустился слабо и полно. Час расплаты близок. Это последнее слово. Боремся с надзирателями. Мы сила. Пути назад нет. Это война. Хотя городские власти отмечают, что уровень преступности падает, оправдывать действия Лиса никто не собирается. Однако, как сообщил нам анонимный источник, деятельность Мстителя нашла куда большее одобрение среди полицейских, чем сообщают официальные СМИ. Жители Чикаго продолжают обсуждать убийство Роуз Вашингтон и неожиданную смерть мэра Рашмара. Политика и выборы мало кого интересуют. На данный момент заместителем мэра предполагают назначить главу пиара дела Блюм Шарлотту Гарднер. Ее сторонники утверждают, что именно ей под силу вернуть спокойствие на улице нашего города. Власти продолжают разбираться с последствиями многочисленных неполадок в работе сети ОС. Повсеместное отключение электричества, поломки мостов, ущерб оценивают в десятки тысяч долларов. Сети ОС снова запустили, однако жители стали задумываться, стоит ли полагаться на столь небезопасную систему. Еле жив, а ты? Терпимо. Так, короче, слушай сюда. Морис наконец сдался, и тут его понесло. Кидаю координаты, дальше разберешься. Как обычно, да? Да, ну да. Иначе никак. Джорди. Профессионал. Подбирает хвосты. Ему нужно убрать Мориса. Но это мое дело. Это он стрелял в машину. Он убил мою племянницу. Хотел бы я сказать, что между нами пропасть, но... Скольким я причинил боль? Скольких убил? Кто заслуживает смерти? И кому судить об этом? Что-то какие-то коротенькие титры вам не кажутся. А что Джорди там вообще делал с этим новым контрактом? Такая отмазка. У него новый контракт. И все, они сразу резко помирились. Он его столкнул с маяка. Контракт обломался. Потрясающе просто. Такая цит, по-моему, Морис. Да, как раз который убил. Нажал на курок, я имею ввиду. Такой, знаете, он... Поехавший уже, походу, немножко, да? Раз, два, три, пять. Твою мать. Так и знал. И вот пришла месть. Пришел прикольный, да? Решить нам еще, надо убивать Мориса или нет. Я прям, правда, даже не знаю. Но я вообще обычно не убиваю в подобных ситуациях. Ли не буду. Пожалуй. Пускай сидит себе здесь. Ну, прям мучается. Ну что ж, теперь пошли, короче, полноценные титры. До этого была бутафория в виде новостей. Интересно, как-то наши действия повлияли на сводку новостей? Или это тоже какая-то уготованная? Ну, так или иначе, не очень интересно все это дело. Ну что, друзья мои, давайте немножечко покастерим, промоем косточки всему проекту. Все вы знаете, что это очень долгожданная была игрушка. 2012 год, когда прошла демонстрация геймплея, у людей челюсти по отвалю. Как раз тогда вот Слиппин Докс только вышел. Это тоже такой аналог Open World. Только в Китае там или где, или в Японии. В Китае, по-моему. Ну, не суть, ладно. Важно, пока о ней мы не будем, попозже. Что у меня происходит в мозгу по поводу всего этого? Я наверняка сейчас нарвусь на возможное недопонимание или на тоже острую критику в свой адрес. Но хочу сказать, что игра в целом не произвела того нужного эффекта и впечатления, которое должна была. Столько лет томительного ожидания с придыханием, да, нас наблюдали. И, конечно, не без участия GTA 5 и проект на мой взгляд отлично провалился. Потому что все то, что мы ждали, все то, что мы видели, оказалось на порядок хуже, на порядок слабее. Начиная от геймплейной составляющей, заканчивая сюжетной. Начнем с геймплея. Очень и очень мало разнообразия в плане убийств, в плане заданий. Задания дополнительные, конечно, много, но они все однообразные. Обратите внимание, я не выполнил ни одного дополнительного задания. Может, только в начале. Потому что там просто по сюжету нам демонстрировали, как в виде туториала. Они на протяжении всей игры сделаны в угоду какой-то статистике, абсолютно непонятной, неприемлемой, ненужной. Из-за всем интерес что-то делать на благо этого города у меня не возникал. Поэтому, повторюсь, могу сейчас нарваться на чью-то критику, что я, мол, нифига не следил, нифига дополнительного всего не читал, очень много интересного пропустил. Ничего я интересного не пропустил. Я читал без вашего ведома, я смотрел все это дело, я просто это не снимал и не показывал. Это скучно, неинтересно и ни к чему хорошему, интересному не приводит. Как я уже за штрафтологией встал. Но, тем не менее, по поводу, опять же, геймплейной составляющей стрельба сделано неплохо. Весьма плюс, как бы я не до конца весь функционал не то, что освоил, а он мне мало предлагал себя. Пользоваться концентрацией я почти что ей не пользовался, потому что, во-первых, что-то я так не разобрался, как она работает. Она то включается, то выключается у меня. Не знаю, может быть, я просто, конечно, криворук в этом плане, но как-то вот мне ей пользоваться было дискомфортно. Вот. Несколько видов оружия. Вполне себе неплохой арсенал. Интересно было пострелять из Папагана, из пулемета, да и из пистолета. Ну, хотя в основном мы пользуемся пистолетом для того, чтобы тихо стелсить, пробовать. Все вот эти вот тонкости геймплейные в виде вырубки врагов тихо, громко, они не несут с собой абсолютно ничего. Даже статистика, та, которая здесь предоставлена, она не решает, не влияет ни на сюжет, ни на ваше положение в целом, ни на какие-то плюшки, бонусы, денежных вознаграждений или уникальных, хотя, возможно, какие-то уникальные можно что-то там заработать, перки там уникальные открываются, но это настолько однообразно и неинтересно, что, я повторюсь, я этим просто заниматься не захотел. Мне это не понадобилось в этой игре. Стелсить, в принципе, в какой-то степени интересно, но так, чисто ради, вот, знаете, такой эстетической составляющей, то есть, как вы там подбираетесь, шух из пистолета там вбивайте или вырубайте, и то. Приемов вырубки очень мало, то есть, вообще там на это, по-моему, положили. Все сэндбоксы, комнаты, песочницы, вот эти вот, которые мы появлялись в локациях сюжетных, они все однообразны, приди, выруби там на красной зоне враждебно несколько человек, как хочешь, причем это делай, вот, никаких наград или же этих самых, поощрений или же штрафов нам за скрытое или нескрытое проникновение не давали, только за исключением репутации Мстителя, которая у меня не то, что ниже половины, даже, она в ноле, вообще даже при всех моих неосторожностях даже не опускалась, не думала, то есть, я закончил вполне себе с хорошей репутацией, хотя перехерачил полгорода, разбил там столько светофоров и всяких машин, остановок и людей подзабивал, не, нормально, то есть, очень толерантная система, вот, касательно езды, картонные езды, ну, только, наверное, L.A. Noire, вот, как бы это ни звучало, L.A. Noire уже сколько там лет-то, 2011-го, по-моему, года, или даже не помню, 4 года уже, да, так вот, здесь, в принципе, все что-то около этого, вот, естественно, конечно, мне там писали рекомендации, что мне было водить неудобно, потому что надо было камеру менять, блин, мне неудобно с другой камерой было ездить, мне было удобно, чтобы у меня она была вдалеке за спиной, вот, из-за этого я нарывался на то, что у ее просто приеден на мотоцикле на том же самом, ее просто телепало из стороны в сторону, вот, и тоже дискомфорт, машины обладают неестественной системой повреждений, нет практически никакой физической модели, я имею ввиду в плане заносов там, или разгона, или вообще, ну, есть, конечно, различия между там, грузовиками, маслкарами, там, допустим, мотоциклами, есть они там, но они вообще крайне незначительную, скорость набирают физически одинаково, в повороты входят, в зависимости тоже, опять, от степени тяжести самого болида, там, если какой-то внедорожник, то он, естественно, будет туже входить в поворот, вот, какие-то спорткары, там, просто телепайт, там, я порой бывал, не успевал сориентироваться, в какую же сторону сейчас вот не стоит повернуть, потому что машина, насколько себе непредсказуемая и очень резко ведет на дороге, вот, но это все, конечно же, мелочи, теперь, основная, основной недостаток этой игры, это сюжет, на мой личный взгляд, друзья мои, не надо мне рассказывать про то же, что я ничего здесь не понял, все я понял, за всем я следил внимательно, все вот эти дополнительные аудиофайлы и дополнительные там сообщения читать, это просто забивать себе мозг абсолютно ненужной и лишней информацией, которая, возможно, и какие-то там тонкости сюжета и обговаривает, но, опять же таки, никакой интриги в себе это не несет, никаких ответов на вопросы мы, которых, кстати, и так здесь нету, мы, в общем, не найдем в дополнительных источниках, поэтому глупо и неохота было тратить на это абсолютно время, у меня было уже после середины игры скорее бы ее допройти, вот эти абсолютно глупейшие диалоги между нашими главными персонажами, абсолютно глупейшая мотивация, непонятное поведение как главных злодеев, так и, главных злодеев хотя бы понятно, у них там власть, все дела, традиционно, все плохое, все хорошее, вот, но сам Пирс, будучи действительно вот просто непрошибаемым тупицей, зная, что у него есть семья, и он да и рискует, он продолжал всегда заниматься своей деятельностью, хотя являлся крутым хакером, его вычисляли, кто только мог, как только могли, полиция за нами весь, всю игру на протяжении игры ездила, все нас знают не то чтобы в лицо, а знают, кто мы такие, но поймать нас не может никто, потому что мы, собственно, ручно можем уничтожить там целый взвод тяжело вооруженной пехоты, полицейской там или устранителей этих, вот, мотивации также злодея в виде Брэнкса, просто я вообще не понял, что ему надо было, ну да, денег хотел заработать, ну да, хотел быть, откуда такая маниакальная потребность быть партнером Пирса, сработал бы себе один, занимался бы своими делами, он как дефолт этот самый, мне и он больше понятен был, хоть тоже как-то непонятно, зачем ему все приплели вообще, жил себе спокойно, там человек занимался хернёй, не, да, такой лошок, как это это, девочка-то наша сказала в татуировках, типа, нас тут, короче, пасут, какой-то лоховской хакер, дефолт, потом он неожиданно стал очень крутым, с очень крутыми фаерволами, с очень крутой хакерской своей системой, которая нам приходила взламывать, за ним бегать еще, в общем, друзья мои, я плевался, если честно, от подачи всей, от постановки сценария, говорю, у меня такое число, что даже Риана Пратчетт лучше пишет, я тут от вора плевался, сидел, от нового, так здесь еще хуже, ну, Юбисофт, я не знаю, у них всегда, я повторюсь, первые Бринкома по сеттингу, взять Ассасин Крит, я уже об этом говорил, Splitter Cell Conviction, там, Far Cry, тот же самый, тоже мне уже писали об этом в комментариях, обо всем, я не знаю, забросит ли они этот проект Watch Dogs, хотя я уверен, что будет продолжение, но если они не срочно не перекроят, увольняют на ферке своих этих сценаристов, кто вот занимается подобной галебаркой, матьей, ну, я не знаю, просто забвение, это первая часть забвения ожидает, ее не хочется ни перепройти, ни как-то вот дополнительно что-то поедет во фрирайде, вот, я просто сейчас вспоминаю вот по аналогу сразу в Мафию первую, сколько лет уже игрушки, а мне всегда хотелось после того, как я заканчивал основной сюжет, еще и во фрирайде кататься, ни в одной игре такого не было, может еще в GTA 5, ладно, то здесь же, не знаю, да, повредило, конечно, повредил выход GTA 5 этому проекту, и сложилось впечатление, что игру эту просто бросили, вот, ее оптимизировали, убрав при этом все графические навороты, которые демонстрировали в 2012 году, вот, дабы создать такой вот большой open world, красивый, и вот, что, кстати, к их чести, надо сказать, игра получилась красивая, хотя, хоть и скрутили все обещанные красивости, все эти фишечки, которые нам демонстрировали, все равно, картинка приятная, то есть, это вот эффект ветра, постоянный, колышащиеся деревья, да, даже сами взрывы, искры, стрельба, все вот, отражение, блики, дождик, этот красивый, смена дня и ночи, погода, да, вот эти вот, блэкауты ночью, когда делаешь, признаюсь, не то, что через, прям, конечно, на столе, но, испытываешь, такое эстетическое удовольствие, в какой-то степени, все-таки, next-gen, как-никак, такая игра должна, так игра должна выглядеть, но при этом, еще они умудрились ее скрутить, графически, музыка, музыка здесь, я не сказал, что, прям, как-то я, к ней тут, трепещало, что-то, хотя пару треков было, во время боевочки, так, придали атмосферности, ну, что еще сказать, друзья мои, пять с половиной баллов, я даю этой игре, вот, портит здесь абсолютно все сюжет, портит геймплей, того, что я, игра не оправдала, не о моих ожиданиях, и большинства людей, и я это говорю, не потому, что я так солидарен с большинством, а вот именно, я до последнего пытался найти, какие-то плюсы, ждал, что что-то изменится, но нет, к сожалению, не изменилось, поэтому, отсюда такая маленькая оценка, и, к сожалению, к моему, она занимает, я бы не стал бы ее, дорогие я ее изначально, вот, если без вашего ведома, скажем так, я бы не стал ее сделать в рамках прохождения, сделал бы лучше, проще на нее летсплей, такой проходной, потому что игрушка проходная, я надеюсь, что Ubisoft сделает выводы, они умеют над своими ошибками работать, только не умеют перестать наступать на те же грабли, им нужно свои проекты доводить до ума, изначально, я хочу на этом с вами попрощаться, надеюсь, что чьи-то чувства я не задел, столь критичным, своей критичной рецензией по поводу этой игры, поставьте тем не менее лайк, подписывайтесь на канал, и ждите новых прохождений, новых видео, с вами был Полиот, всем большое, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok